Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и в сегодняшнем видеоролике мы поговорим на такую тему, как что делать, если вдруг вы купили себе Android TV приставку, например, в рознице российского производства или с Алиэкспресс, какую-нибудь китайскую недорогую, и у вас как будто бы стоит Android TV, а по факту, когда вы углубляетесь в недра системы, вы понимаете, что у вас стоит обычно Android. Android, к примеру, версии 4.2 и сверху просто нечисто на руку производитель накатил ТВ-оболочку, чтобы удобно было пользоваться с пульта, ну и выглядело типа оригинальной Android TV OS. По факту, есть две операционки, это Android версии 4.2, 4.3 и 4.4, что встречается чаще всего. Эта версия точно такая же, как на вашем смартфоне или фланшете. Есть Android TV OS, которая специально была создана для умных телевизоров от Samsung и Sony, и, к примеру, для умных ТВ-приставок типа Xiaomi Mi Box. И разница между этими устройствами колоссальна, я про это уже снимал видео. Сегодня поговорим именно о неудобстве управления и ввода, получается, данных с пульта непосредственно в ТВ-приставке. Как обойти вот это ограничение, потому что на Android TV OS есть поддержка геймпада, клавиатуры, мыши и, в принципе, даже пульта. А вот зачастую вот в этих китайских клонах операционки Android TV OS, там ввод осуществляется только с помощью подключенной внешней клавиатуры, либо мышки, что вот не очень удобно, нужно по клавишам нажимать курсором, либо посредством пульта, но тоже управлять не очень здорово. Самый, наверное, идеальный способ ввода это геймпад, но я еще привык с консоли. И вот сейчас вы видите на примере моей ТВ-приставки, где тоже стоит, кстати, вот если посмотрим на верхнюю панельку, неполноценный Android TV. Это, по сути, точная оболочка версии 5.0, и сверху накатили Android TV Launcher. Но при всем при этом я без каких-либо проблем набираю текст с подключенного геймпада. У меня геймпад Xbox One S. И вот смотрите, я вбиваю команды с помощью геймпада, здесь даже нет курсора, и ТВ-приставка корректно воспринимает ту информацию, которую я вбиваю. То есть, ну, в принципе, клавиатура изначально заточена под работу с геймпадом, ну и, в принципе, даже, если надо, с пультом. Данная клавиатура называется Lean K-Keyboard, ее, в принципе, бесплатно распространяют в Google Play, ссылочка будет, как всегда, в описании под этим видеороликом. И автор данной программы просто поставил перед собой цель, вот, внести удобство Android TVOS в полноценный Android, вот, для таких вот левых приставок. То есть, теперь вы можете без каких-либо проблем пользоваться геймпадом и пультом для ввода данных. С вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх, дальше будет еще больше интересного. Пока!